сегодня с 8 октября до точно 15 года то мы работаем возле храма пруд здесь Игнатьич с братом Никиты работают укрепляют берег самонон что вы делаете укрепляете берег потому что ни в интернете нигде мы не нашли дело в общем это старая дамба вот где лежат бревешки показать это конец старой дамбы по высоте вот они лежат а это насыпное ну насыпное с бровкой насыпное не так и много но это была самая высокая часть старой дамбы который 20 лет назад я так же нанимал вот там два прорыва здесь вот был второй прорыв а тот на той стороне мы замазали я зайду туда и ты меня посмотри вот это вот выше меня прорыв воды вот он вот эти вокруг деревьев мы спилили говорили здесь делать но тут прямо около деревни на дамбу не зайти решили делать с той стороны тут много деревьев мы просто побоялись потому что он некоторые корни убрал а некоторые не мог убрать вот оно и идет это прорыв воды и тут еще в рост человека второй перепад это метр семьдесят это три сорок три сорок и там она падает еще настолько же то есть это очень глубокая вот это называется по-сибирски сутунок вот она какая толщина таких пил то нету со всех сторон отпиливают тут вот достались под земли как атомная бомба какая-то лежит не знаем что вот все туда вот оттуда там видно ямины оттуда землю брали 20 лет назад вот в воде березка растет но мы еще туда не стали брать мы посоветовали и тут вот место сказали чтоб только не вплотную к складу и отсюда он брал а брал такова первые поехать надо туда вот и там поэтому верхний слой который был спихнули вниз его девать даже некуда было они верхний слой это земля а земля это каша но бывает и чернозем если он слив он много раз здесь ходил и конечно здесь очень прочная земля трудно сказать вот мы шейфер приносим это борьба с бобрами его вес надо опустить и поднять повыше сразу же после этого попутно вставать что мы делаем вот она выходит здесь вот она вот это промыв а куда она здесь выходит то мы ее не заметили она вот здесь вот выходит здесь может выходить вот здесь выходит за воротом никак мы решили создать искусственную дампочку здесь мы остались сидеть а здесь в блоках все как в блоках ее когда ее долг ничего нету ее на чем то держать надо я знаю что не размокает это саман у нас стоят старые саманные дом домики стены одни и они стоят я не знаю так по приблизительным подсчетам как жили люди может быть около ста лет даже не пятьдесят как я думал потому что эти люди еще при моем отце были там то есть где-то в двадцатых годах они были и стены стоят сейчас хоть бомби и все дожди и все грозы все на них я сейчас скажу сколько раз два три четыре пять шесть вот это шесть метров мы вчера подняли на дампочку сегодня мы еще поднимем на уровне этой ну мы к обеду-то сумели бы сделать сегодня у нас очень успешно пока не идет дальше так как мы не знаем откуда и вода будет если подниматься не нынче решили эту дампочку продолжить а как мы ее делали сейчас покажу вот сколько сегодня раз два три четыре пять ну если это по метру а то у меня нога-то широко раскинулась шесть считай двенадцать метров сейчас мы делаем вторую часть этой дампочки если вода будет подниматься а дальше уже она старая там не тронет как мы ее делаем вот этим я хотел и поделиться в интернете я не нашел просто не нашел может быть где-то есть а если это опыт наш удастся это кому-то поможет мы с третьей попытки только начали это делать а отработанное у батюшки сено солома в мешках мы ходим приносим вот смотри как это делается поэтапно вот смотри вот смотри вот сейчас сюда вот все туда лазим так быстренько Никита давай это ты мелко делаешь неправильно не так как на воду в воду еще раз залазим еще что туда лазишь то давай колочек выкупаем посмотри вот колочек выкопали маленькие вокруг обложили этими веточками вот он видит а погрузи его вниз до конца опусти вниз опусти ведро видишь оно полное ведро а оттуда затекает а он забредал просто туда где листики плавают кое-как сапоги вытаскивает а сегодня он ходит уже этого нету вот порядок такой я отсюда помаленьку подкрываю здесь смотри какой порядок прошло уже это новое на лопату надо размочить чтобы оно слиплось а все что делал ты как-то не глубоко просто тыкал это неправильно надо глубоко пробирать поднимать так пошел посмотрите сейчас видно не видно будет ты стоишь видишь какая какая бровка то здесь мы ее постепенно и надо довести до там где бурдотер ходил там уже глина идет и глина спаяна там уже она не возьмет вода мы даже не знаем дойдет ли она до этого по-моему она уже не дойдет мы уже выше шифера поднимаемся тут больше двух метров вот смотри дальше что у нас получается я полотки делаю это у нас ниже уже солома идет ниже там уже рассоманили тут надо вдвоем работать одному совершенно неудобно и не где-то где-то выполняет важную работу давай быстрее бегом сейчас покажу как мы это закончим и второй этап то есть тонким слоем потому что это глина написано не надо мешать черноземом ни с чем черная а у нас она перемешанная ну тут железяк то сколько покажи тут лесопилка была вон она железяки лежат внизу погляди там чего только там нет слоем давай давай Вот он ее везде проливает Это вчера наша дамбочка Вот она идет Нам надо с ней сравнять минимум Это заходов 5 еще мы сделаем Дальше вот она Сейчас покажу как слоеный пирог у нас идет Может кому-то это сгодится Но теперь она не рассыпается Как мы тут наступившим покатился Здесь нет Она засоманена Давай вот видишь Оказалось Дальше Никита сбрызгивает все Теперь он сбрызгивает Потому что верхушки остались У батюшки там много Она осталась у него в прошлый день Тут ветер унесет Надо прижимать Варом Вот смотри Это мы с утра до вечера здесь Дурью-то некогда мается А какой слой соломы Ну сами смотрите Какой слой Может быть сантиметр Полтора Два Она не везде одинаково в открытом Дешевка как раз идет Довольно Довольно Ну много надо Солом А вот стой Мы можем ходить сейчас Здесь ходить нельзя Вот она обрушивается Палится Видно что стена Пыль Она пыль Ее не разрушить не надо Ее дождем Прикрыли шифером Я понял что Шифером не надо Потому что мы от ветра спасаем Семена не попадают Она не прорастает Не прорастает Она не закрепляется А природа сама позаботится Еще посеять Дополнительные травы Потому что Коста Семена Тому не сеем Нам и так Представляют такие деньги Переменили цену на щебень 270 метров Щебня чтобы 10 сантиметров 250 тысяч Затребовали Но явное дело Что это не наше Цесок выписали За 80 тысяч Это благодаря Добрым людям Осознающим Что это дело Не сегодняшнее Так это удаст Просто дадим пример Никогда не отчаиваться Согрешить Нил Сенайский говорил Дело человеческое А отчаиваться Дело сатаминское Вот он сейчас Толки Маленечко подальше Зарабатывай Видите как Он ее вдавливает Сейчас она Солома тоже будет Мокрая Обильно Надо смачивать Вот Вот так как у нас Очень круто Вот это поднимается Я сейчас покажу Как Ну на маленьком примере Вот здесь А дальше уже все понятно Я о другом Тут хочу сказать Сегодня день особый Сверху опять так же Поливать Но я видите Насколько Она лопатой ушла И здесь маленько Повыше Мне надо ровно Чтобы она не стекала Вот это соломы Его ряд Который Застилаем Тот ряд Который Насколько 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 Как бы Сдвигаем ее сюда А потом Только Землю откуда-то Ее поднимаем Она не такая Получается Крутая Вот Залавилась Тот ряд Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сегодня у меня необычно на форуме, на этом, на ютубе Я знаю, что люди с чем-то не согласны А почему они должны быть согласны? У них свое мнение Начинается хулиганство Под видом священника или священник, это я не знаю, Дудин Сергей Он позиционируется Томской епархией Я не знаю, я не встречался, просто не знаю И мне советуют, да не отвечайте на него, собака брешет, ветер дует Не могу я так рассуждать, я каждый день молюсь, Господи Вразуми их И на суде страшенник поставим эти богохульства Что они говорят против меня Мне, наверное, расскажут, что они перешли грань Грань это хула на Духа Святого Тогда человек делается бешеным, не понимает Он вообще ничего не понимает Он на краю пропасти, как Дафан, Аверон и Корей Мне В чем они завидуют-то? Завидуют, что они бесталанные Они несвободные, рабы Манкурты В глаза архиерея заглядывают властям Я никогда никому не заглядывал И доказал это жизнью своею Я говорил то, что я на молитве выпросил Иду к первым секретарям горкома партии в ООН писал В самые мировые В Крюсселе там все эти звери, где Всем писал Меня везде вызывали и допрашивали Это ваше письмо, мое У меня обратная подпись, адрес всегда стоял И здесь Я, ну, хулиганит человек Его там заблокировать я могу Но я его не трогаю Мне до конца хотелось, чтобы он вылез Не из-за уважения к нему Какое может быть уважение к человеку, который залез в мою овчарню Овечек гадит, ворует, поносит пастуха Я пастух, это мои ресурсы Они совершенно человеческого не имеют этого, ничего Ну, Господь допустил Ну, я спрашиваю сегодня Никита, а что такое тролль? Ну, это в скандинавской мифологии Это особые там такие вещи, существа Я говорю, а в интернете Ну, те, которые искусственно там разжигают И чтобы спорили люди тролли Это тролль Тролль с большой буквы И сегодня он кинул мне одно и то же сообщение Примерно 50 роликов Я считал, считал там И бросил считать Сидит он Он никогда нигде не работает Видно, не видит Он-то из нашей ролики новые Мы все снимаем Как я в шарщино доски получаем Как разгружаем Как идет песок Как провеивают гречку Как мы деревья валим У нас все переполнено работой Мне говорят Забудьте свои старые заслуги Вы говорите о новых Он трогает-то старые книги Которые я уже Не знаю даже в каком году просил Я не пишу ни одной строчки Меня люди встречают в трамвае Я ехал И говорит Это вы, Лапкин? А почему вы по радио перестали выступать? Почему вас по телевидению не показывают? Я регулярно вел Мне принадлежащие три передачи Одна прямым эфиром час Другая полчаса Прямым Притом у меня никогда ничего не переписывали Прямым текстом говорю Прямые Сразу задают вопросы и ответы Это надо просто видеть И какие отзывы были Старые, старые Я и без старого-то меня и не было Как это старые не упоминать? Я исповедник Как не упоминать-то? Я сейчас выставляю целую серию Из одной книги Для слова Божия нет Уск Кто же там был Лапкин? Это заголовок давал Тайская губернская Краевая газета О наводке Сергеянцев Самый из них ярый был Войтович Николай Царство ему небесное Благощитное Максим Сказал Таки Тогда В советское время было примерно 3 Никита Немного-то не насыпай Чтобы лопату заставала Вот так Там маленько обрубай Сверху стаскивай Верхний слой Вот так И вот он сегодня Забросит От нас это флут Я говорю флут Да, это уже Один и тот же материал Представьте, это делает священник Ну, может быть, не священник Просто Какой-нибудь безалаберный бродяжка Я не знаю Но я знаю, что это уже Верх всякого Я сегодня утром Заблокировал ее Потому что Я думаю, священник Никогда этого не будет делать Его не слушают Поместил материал В одну там Ипархиальную газету Миссия Это твое право Ну, почему ты ко мне Зашел на мой ресурс И гадишь Вот это-то никак Не надо говорить Что брось ты Вы не думаете Делайте Я не могу не думать Это мой дом Моя овчарня Мой труд Там 3 тысячи Примерно 700 роликов И он все подряд загашивает И там, где я встречаюсь С митрополитом Сергием Где мы целуемся Прощаемся Он и на это гадит все Я не могу не отвечать Если я не отвечаю Ответ сразу Вот видите, как ему показал Дудин-то Уже молчит Лапкин Заткнули ему хайло пасть Не заткнете У меня не пасть И хайло А уста Моя счастье Меня рассматривают Уже во свете Библии 38 книг 38 Как глухонемые говорят За 9 лет Готовы к изданию 4 тома стихов моих По 800 страниц 3467 9 купляточных Из них сколько положено на музыку А зачем вы это говорите? Ну чтобы знали Того Лапкина, которого они показывают Это не я Они пишут не обо мне Эти флуды, тролли Не обо мне Это пишет демон Он всегда говорил Ах, Христос Да он силой князя Бесовского Я вижу тут два бесноватых Годаринских Выскочили из гробов Как черти, говорится, собакерки Я понимаю Бог допустил И я каждый день благодарю Но он гадит В овчарне моей Мои ресурсы Больше не нагребай Где прогребаешь Чтобы Вот видишь, как делаешь Неправильно У меня ни разу не обрушилось Никита Ты подкапываешь под низ Ты видел, я же так никогда не делал Я уходил сверху Аккуратно Ну каждый шаг надо контролировать Выгреби это все здесь Вот сюда У меня не так сложно А наступущий материал Ну, сделай даже Пока холодный пока Ты гребешь и гребешь Видишь, каким большим слоем Не пойдешь 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 Вот догреби Я же тебе это не сказал Подоставку еще не делал Ладно Потому что ты не специалист Я тебе говорил Тонким слоем А ты рушишь и рушишь Не ладно это Выбери все Чтобы солома была А лишнюю землю Убирай или наверх забраться Понимаешь Вот как ребенок маленький Это в священнике только годится Сразу под именем Дудин который Попой его Понятно Смотри сколько у тебя засыпано Я стою и ты сыпишь И ты жди какая-то Это не надо туда Это все уплывет в озеро Поднимай наверх Поднимай наверх Это просто безобразие На моих глазах Все Я тебя уже два дня толплю На этом что Не больше Как три сантиметра А ты их насыпал тридцать Видишь как Но самое главное не в этом дело Дело в том что они увидели Вот какой он есть И в попы его сразу В попы То есть это разложение В церкви идет Самое ненужное Самое мертвое Самое отравленное Они тащат в священники И самое это ужасное Что Мне сообщили Что к этому делу Подключился Дворкин Александр Леонидович Называет главный стихтовед Американский засланец С двумя гражданствами Зачем он приехал Человек совершенно Нерожденный свыше Он нападает на Кочеткова Да он против Кочеткова Вообще там Говорит даже не Он как-то в одном Додали записку ему На Кузнецке Обо мне И он начал молоть Там все было православие Там был Михаил Кальмаев Говорит А это не так И он попятился сразу Что удивительно Боркин был когда-то В Барнауле И наши Пошли Говорит Пригласите его на наши занятия В Алтайском техническом университете 21 тысяча студентов Он раз Отказался сразу Он от встречи отказывался И он будет сейчас Меня исследовать Меня А меня еще исследовать Метр семьдесят два Семьдесят седьмой год Десятого июня Родился в тридцать девятом году Вот и все исследование Исследовать жизнь мою Труды Он Который кроме галстука Ничего не носил на себе Его специально прислали сюда Что тут не было Кто в сектах разбирается Олег Синяев хуже его разве Главный он А почему Указание свыше Вот для этого комитеты Трехсот существует И все остальное Дворкин абсолютно чужой Для России И ему доверяют Было бы указание Почаева мной занималась Сколько епархий И все Закончили ничем Даже не вызвали Даже не сообщили Ничем Я православный Но не ваше гнилое православие Которое вы создали В пробирках КГБ Это не православие Это притяще антихриста Предбанник антихриста Царство антихриста создали Царство попов и монахов Я говорю о православии Которое известно людям Как красота Чистота Которым никто понятия не имеет Будь то истинное православие Не было бы никаких сект Не от добра ищут добра И Дворкина подключили Я так понял Выбились А то белый флаг выбросили У них ничего нету Ничего нету Я не повинен Один святой умирал Так доскребись здесь Дайте Ты понимаешь Никита Доскребись Солома возлец была на втором ряду Вот здесь вот Вот Я же тебе говорил С утра долбил Опять то же самое И вот на глазах Приходится делать Он как Ребенок маленький Он долбит Долбишь Обрушивается Он даже не видит Зачем он это делал Я только сегодня Его старался учить Показывать И тут же Кверх ногами Выбрасывай наверх Все Это лишнее Пустое Что ты делаешь Ты вчера видел Я когда Убираю все У меня солома Сюда торчит Свой совсем маленький А она падает Видимо интересно ему смотреть Это ребенок И они его только в попы Больше никуда И на Украине его в попы тащили Это вот сегодняшнее Маленькое Сообщение Которое я посмотрел И самое это главное Никогда не было Чтобы у меня на Ютубе Хулиганство было А какие хулиганства Мы работаем Всем нравится Говорят Вот эта деревня Вот по настоящему Да вот так бы делали Так возродили Россию Фильмы о нас там Ничего мы не придумываем Ни славы никакой нет Это работа Непрерывно над людьми А тут сразу Под разными именами Это те же самые материалы Лапкин Что нам называют Это дудин Кто там дует Я не знаю Матерками меня кроет Матерками на 2 На 3 На 4 буквы Как хотят Безобразие Его совесть не судит А зачем его судить Он грехи отпускает Не судить Это попов не трогать А он меня судит Как говорится В хоз и в гриву Да не меня Далеко не кидай Никита Там дорога Ну каждое движение контролирует Ну ты видишь куда кидаешь Там нельзя трогать Там не проехать Вот так Дошел до этого Сейчас вот это потихоньку Разгреби на том месте И делай побежки Как я показывал Ничего не задевай без меня Ровно Ровным слоем раскатывай И опять делай такие Грядочки Начинай заливать Знаешь Вот такое простое дело И человек Второй день Он никак не может понять И он делает не со зла Это у него природное Природное Наркотики Компьютерные игры Годами были И он это понимает Мы вчера работали Сделали нисколько не меньше Чем бы Работал я с другим работником И у него сдвиги Просто видно где И рыбу уже ловит И учатся стряпать Все Никита Начинай дальше Вот от этого Сделай побежки И промывай Сырое где-то Чтобы Слиплось Сделай Пайки маленькие Ну только Поглубже делай маленькие Убирай Ты не тыкай А вот так вот Веди Лопату наизгибай Не надо тыкать Веди Не даже не шевели ее Вот так Пошел Воткнул и пошел Гони Во Дальше Вот так Ты любишь вот эти движения делать Не нужны Глубже делай Еще раз проведи На старом месте Вот так Поглубже делай Чтобы она здесь достала солому Где солома не достает Вот здесь Значит тут надо полностью землю убирать Убирай ты насыпал Глянь каким слоем Китай наверх Я отсюда нашел Это Понимаешь Твоя работа Ты подрыл И то упала У меня ни разу не падала Я все время делаю естественный скос Ну что Человеку учить надо Что он в монастыре учить будет Если мы это закончим Будем ждать весна Весенняя покажет как Выбирай лишнее везде Потом опять начинаю Видишь сколько Время Это ни рубля Ни копейки За это никто не будет платить И вот сегодняшнее число Именно этим озненовалось Тут один есть Виктор С Америки Как бы пришел из баптистов Никуда он не пришел Это засланцы из баптистов Там баптисты такая же церковь Все И он богохольничает Они с ним сразу слепились Судина Двое Два В том же ресурсе Тот прямо еще яростнее Его и видно Что сквернослов Никогда этого не было Под видом вани Какого-то трехлетнего И матерят меня Матерят Ну и Значит у них доводов нет Это не я О ком они говорят Там лапка Это не я Это не я То есть это выдумано Я проповедую Чтобы мы Приняли все Ветхозаветные обрезания Опупели Опопели Как говорится Совершенно Как это обрезание Где он слышал такое-то То есть ничего нет Они начинают придумывать Один священник пишет А вот лапкин проповедует Полное погружение Так у них тогда Если полное Это в воде А раз в воде Значит не Христос Бог А не Птун Ну я еще могу сказать Топтуны под окном Это все связь с органами Это декларация Митрополита Сергия И вековое Не прикасайся Не прикасайся к ним Если нету У человека Тех кто его обличает То он погиб Меня со всех сторон Все время трясут Мою жизнь Да про бабушки Исследовали Ничего нет Меня на стационарное лечение Ложили Лечение На исследование На лечение Психиатрии Судебная экспертиза Годен А вы-то не проверенные Меня 26 лет Терзала эта психиатрия 26 лет Я не мог нигде учиться Я все Какими-то путями Там справки Доставал Что в одном месте Если меня просмотрели Я сдал по здоровью На корабль А теперь оттуда Копию беру Иначе военный билет попадет Все Меня забраковали Поступаю Выгоняют Они ничего этого не испытали Социальная лестница Мне доверху известно Но я прожил внизу Ассоциатором И теперь-то Что спрашивать Я Лест человеческих 70 А при большей крепости 80 Какие крепости-то Я прошел такие крепости Такие застенки Такие пытки У меня все выбито Я не могу одеться А давайте Ваше прошлое Не будем вспоминать Без прошлого У меня нет ничего Я из прошлого Состояние Я жизнь закончил Я день и ночь Здесь ворочаюсь Забочусь Застаю средства У них ничего Не могут показать Да благословит их Господь Да не накажет Вот что мы сегодня В начале Сего с дамбы Вот как Обводнить местность Как развести рыбу Они ничего этого не знают У них Ну если знают Пускай покажут Не сделать Общину не создать А я начинал на новом месте И самое это странное Что 53 года 53 года И здесь весь мир Я никуда Ни одного человека Не направил Направляют только В храмы Московской патриархии Московской К людям Которые Там Обращаясь Если у вас нет церкви Езжайте к местам архиерея Тогда был Максим Дмитриев А сейчас Вот Отец Это сказать Владыка митрополит Сергий Иванников Так они сейчас На него клепать начинают Его перед патриархией Выставляют Он мне показал Говорит Стараются нас разлучить Вот так вот Он не спит Вот кто они такие Вот А это в ролике поставлено Я с ним еще буду воевать Кого? Когда-то тень одна Под разными именами Все И тролли И флуды Ну какой-то С кем разговаривают Но людей предупредить я должен Это не я О ком они говорят А я где? Бог что-то мне простит Бог что-то мне простит Они нужны Это семей Сын Геры Носе Он обязательно Вылезти должен И он вылез Вылез Я должен Благодарить Не проклинать Когда мы встретить Здесь Ну, я так подумал, что... Я говорю, мы за вас молились. Да вы что, он приехал, у меня книги купил. Хорошие отношения с КГБ установились. Почему? Потому что вы первые их предадите, первые. Они вам не доверяют. Тогда приехал Дворкин в Балтайскую епархию. И собрали все силовые структуры, и перед ними выступает Дворкин. И кто-то задает вопрос. Скажите, а вот Лапкин, кто он такой? И Дворкин начал плести. И в это время, я не знаю, Ардов, кажется, фамилия, майор встал и говорит, а мы из КГБ, ну, ФСБ, а мы Лапкина уважаем. Он за пазухой камни не держит никогда, он говорит так, как есть. Этим дал понять, что вы-то не такие. У меня защитников знаете сколько? И главный защитник Бог Иегова. Иегова, я не боюсь этого имени. Господь Христос, мой ангел-хранитель. Я не против монашества. Доказывать не надо. За то, чтобы монахи были, монастыри, но не давать обетов. Не такое. Ну, ушел в мир, чтобы не было это нарушением. И готовить проповедников. Проповедников по всему миру и докармливать, допаивать старых там священников. Вот для чего. Я не против мощей, за мощи. Но все мощи собрать и с честью похоронить в самом лучшем месте, где там храм Христа Спасителя или в Иерусалиме. Потому что не я решаю. Но похоронить, не терзать. Нанотехнологией трупов не заниматься. Как говорил дьякон Кураев. Это они его молитва особая против него. Да. Да, я выставил в печати, а гоним их об Андрею Кураеве. Ну, где в печати-то? Там в этом. На их там форуме сказал Максим Степаненко. Это люди, которые требуют поддержки. Которые смело вышли, сказали, своими именами назвали вещи. Ничего они не сделают. Ничего, кроме пакости. Но да благословит их Бог. Богу нашему славу. Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пристно, и вовеки. Святов. Аминь. Вот так. Так, Никита, давай, Илья, посмотри еще раз. Пошел. Пошел, пошел, пошел. Пошел до конца сюда. Что это, на бы завал. Вообще-то, снял, снял, снял. Давай. Вот уже видел, как я делаю. Подрывали, шильбали. Куда навалил? Да может, по бюкле выйдет. Даже докопать не должно. Вот это он брак будет. Если тут прорвется, ты сам знаешь. Я начал с ледяным вступать. Ну, что вылезет. Давай, давай. Давай, следующий. Может быть, и так. Вот это написано, да, лечит. Сейчас он поднимает. С него. Сделаем. Пропитаем. 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 О, ну давай. А теперь-то начнёт толочь. По соломе, она не так прилипает. А по соломе, когда протолкёт, опять так же земля. Опять же по ним. Так, блин, побольше надо воды. Сейчас он покажет ещё. Видите как. Мы бы ещё не делали это наше, неворованное. Я в углу никогда не сидел. Говорят, не обращайте внимания. Повторяю, нельзя этого делать. Не обращайте внимания. Они сразу навешивают вербник. Значит, говорили правильно, неправильно. Ещё отвечаю. На каждый выпад я отвечаю серией ударов. У меня есть что. У меня опыт. Вот они-то никакие. За мной десятки, может, судов. И все до одного выиграны. Самое главное. Все до одного. С государственной властью. Верховный суд СССР. И тот повернул на мою сторону. 11 лет шёл суд, и я его выиграл. Вначале вот здесь вот. Вот так. Вот так. Смотри. Вот. Сейчас мы пойдём дальше. Если у нас это удастся. Никита, скорее. Я потерял время пока. Поставь. 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 Ты хоть и полпеда таскаешь. Толк. Чуть. Все. Ничего. Толкни, толкни. Вот оно так. Видишь, он как топчется. Сам попустим. Ещё надо воды там. Ещё. Видите, какая работа. А моих леветники-то они ничего не имеют. Они показать не могут. Я не могу нигде не отвечать ничего. У меня времени нету. Времени нету. Вообще жизнь кончилась. А во-вторых, уже морозы рядом. И через два дня мне выезжать надо. Ну, видимо, придётся задержать. Изменить график. Вот так. Вот это мы остановимся. А дальше? Вот здесь. А он его подкапал. Я и говорю. Я всё поверну, то тут же сразу солома приезжает. Больше никак не нельзя. Вот. Вот теперь мы выходим на этот уровень, который я оставил. Сразу появляется. Я беру, и солома сразу появляется. Я беру. 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 Вот оно что получается. Вот оно что получается. Пока я не знаю Что? Знаете, что мы это делаем? Делать что-то По дышке и заливать Смотришь, а под грибой, по-моему, видать Знаете, насколько чувствую? Да Смотришь Даже если вы друзья Здесь всё уже. Больше не надо. В этом месте мы уходим. Я опять подумал. Гляди, лопата. Вопросов не надо. Я лопату поставил ни одного движения. У меня сразу полоса. Гляди. Прямо до глины достаёт до солому. Заливай водой. Лопата тебе не нужна. Зачем делать? Вот это всё надо ему залить водой. Я беру и видно, что я солому донажу. Солома сама появляется. Всё. Благодарю, Володенька. У Ольги там какой-то пожар там что-то был. Она просила тебя позвонить. Бряк с ней. А можешь мне звонить. Чтоб ты приехал помочь, когда приедешь. Уже мотор не тянет как раньше. Бог мне дал такую стиль попутно сказать. Как без старого. Трест, строительный трест это что-то. Я всегда держал первое место по работе. Плотник, бетонщик, стекольщик, печник. Говорят, 280-300 процентов было ежедневно. То есть, я неукротимый был в этой работе. Оху не было. А их, они ничего не могут сказать. Чего молчат? А что он покажет? Вот такого поставит попом. Он может только сказать, что работал с Игнатьем. Больше ничего не может сказать. Ну, с чистого листа писать приходится. Куда ни гляну, везде эти бобры. Вон дети обкусали тоже. Мы эти выпилили. Вон еще одну. Его видно даже. Посмотри. Вот такая же бобер. Вот, посмотри, как он обкосал. Ну, это маленький. А вон, посмотри, какое дерево завалил. Смотри, как я его начал грызть. Вот откуда. Вот. Это все бобер. Моя ладонь, вот это 20 сантиметров. То есть, не меньше 20 сантиметров. А тут даже больше. И как он их повалил. Таких деревьев повалили они не меньше полсотни. А мы около 300 свалили. Вон на той стороне. У нас жизнь интересная, полнокровная. А эти, которые к нам заходят. Представьте, на любой ролик. Я говорю, шипер разгружаю. Вон, лапка еще на то, и то. То есть, ничего нету. Выдохся. То одно написал, а дальше повторы начинаются. А у нас каждый день новое. Ну, хотя бы поэтому поймите, что мы разные. Вы ничего не можете людям дать пример. Никакого. Ты знаешь, как наша красивая дамбочка выглядит-то? Сейчас, Даша, ты глядишь? Угу. По ней нельзя было ходить. Она обрушена. Смотри. Какая-то дерево в корни пустила. Вымытое. Это корни такие. Вон оно как. Да все интересное-то какое. Это ветла. Вот как она цепляется все. Значит, вода была здесь. Вот. Теперь мы туда ее ведем. Посмотрите, я пройду. Нет, нет. Она ничего не осыпает. Потому что она стоит плотно. Если это устоит все, мы другим показали пример, как надо работать. Замонить. 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 Продавливать. А не опускать. На этот пруд опустили руки. Бросили его на заброшенные. Ничего кроме комаров нету. Мы сказали не так. Зимой чтобы убрали вот эти лишние деревья, которые упали. Вот они лежат. Они все раздавливают. Вон какие. Убрать в чистую, чтобы никаких сучков не было. Тут у нас четкая задача. А они веримые ищут изъяны. Ну нашли изъяны. Помолите, чтобы я от них отстал. Я ничего не пишу. Они материалы берут мои 20-30 летней давности. А я. Не отвечайте на старые. Как? А другого то и нету. Они нападали бы на меня. Вот. На дамбочку. На шифер. Они нападают. Они на сегодняшнее. Так что дорогие мои друзья, кто советует такие советы дает. Я не могу их выполнить. Без прошлого моей жизни нету. Павел говорит. Я гнал церковь недостоин называться. Я готовился быть таким-то недостоин называться христианином. Я повторяю все слова. У меня было красочное. Как на пути у Павла в Дамаск обращение. Мгновенное. На пути в Дамаск. Я готовился быть мстителем народным. А Господь мне показал, где я буду страдать. Смотри, как он берет. Ловко подбежал. Быстро посеркнул. Вперед. Вот. Всё, молодец, Бог. Звёртнуло ещё. Видишь, как вода набирается. Всё молодец. Бог. В полном. Субтитры сделал DimaTorzok